Приветствую вас! Ну, во-первых, ситуация заключается в том, что на расстоянии быть в отношениях действительно сложно, на расстоянии быть в отношениях действительно тяжело, и то, что происходит с вами и вашим молодым человеком сейчас, это вполне себе нормальная и такая, я бы даже сказал, ну, вполне естественная реакция, вот, потому что, ну, объективно, объективно, это сложно, объективно, это тяжело, это объективно. Есть ли надежда на то, что чувства вернутся? Конечно, чувства могут вернутся, но только при вот таком условии, только при условии, что, ну, образно говоря, только при условии, что вы будете вместе. То есть, когда он приедет, когда он вернётся, вот, тогда, тогда, да, тогда действительно может быть ситуация изменится и, ну, станет другой, другой, вот. А пока что он, ну, пока его нет рядом с вами, он будет вот, у него не будет вам таких серьезных чувств, вот, к сожалению. Это нужно, на мой взгляд, это нормально. Вот, также я думаю, что имеет смысл вам общаться, с человеком, образно говоря, с человеком, ну, вот, с мужчиной, с твоим другим, которые, вот, только-только вам написал, вот, ну, сейчас, сейчас. Ага, вот, потому что, ну, во-первых, в дружеском общении действительно ничего такого, ничего такого плохого нет. Вот, во-вторых, если у вас появится чувство на гормышине, то, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ просто, ну, разрешить, на мой взгляд, все ваши трудности и проблемы, которые существуют на сегодняшний момент. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, ситуация складывается, на мой взгляд, так, что вы, ну, достаточно ревнивые, вот, получается вы достаточно ревнивые по, ну, по своей сути. Вот, и в некоторой степени ведете себя здесь как собственница, вот, собственничество, это не лучший расклад, если вы хотите сохранить отношения на адекватном уровне. Вот, ну и, конечно, нужно, значит, разобраться в том, почему вам больно. То есть, если это просто привычка, то это пройдет, это все проходит. Если я правильно вас понимаю в том смысле, что, ну, вот, вы говорите о том, что вы сейчас скучаете уже меньше, гораздо, я думаю, что в будущем будет еще меньше, ну, будет еще меньше скучать, вот. Так что это все достаточно естественно, это все достаточно естественная история, с которой вы отвечаете. Так, дальше, значит, апатия у мужчины это нормальная, потому что люди, что привыкли взаимодействовать друг с другом на постоянной основе вживую, теперь такой возможности не имеют, это, конечно, всегда вызывает опасность, потому что это однозначный, как правило, это однозначный шаг назад. Ну, это всегда так, всегда это однозначный шаг назад, и это в общем и целом нормально. Вот опять же пройдет процесс адаптации, да, пройдет процесс адаптации, и, в общем-то, все будет нормально. Вот, ну, то есть, у мужчины вновь нормализуется его эмоциональный баланс, другое дело, в какую сторону это будет, по отношению к вам. Ну, тут вот, предугадать мне что-либо невозможно, вот, к сожалению, к сожалению. Ну, вот. Дальше, так, он не уверен в своих чувствах, говорит, что невозможно идти к раньше, да, это действительно так, потому что расстояние, в принципе, является проверкой любых, в принципе, чувств, вот. И, да, мужчина сейчас, он, ну, действительно ощущает, что его чувства не такие, как раньше, и это, в общем, в целом, нормально, опять же. Так, не отрицает то, что любит меня, говорит, что чувства не угасли, просто сначала ничего вам не думать и вообще не знает, что они происходят. Это нормально, это нормально, но расстояние – это значительная реакция. Я слышу свой адрес меньше приятных слов и признания в любви, но при этом пишется очень тяжело для меня и хочет ко мне. А вот как, вот как восприняли то, что он стал меньше, говорит нам приятных слов и признания в любви, почему вам этого больно? Я понимаю, да, я исключаю, как он, то есть не так сильно, как раньше, я изменно привыкаю быть одна. Да, но вы не одна, если вы чувствуете себя одинокой, то вопрос к вам, почему вы себя чувствуете одинокой, что, почему вам некомфортно наедине с собой. Только он уехал, было очень тяжело, как так, человек был в санряде, раз его не дает нормально. Начинаю думать о том, что если сейчас так, то зачем это всё? Если сейчас так, это как? То есть, ну как? Как так? Сейчас. То есть, ну вот, надо как-то, ну, надо как-то определиться, знаете, вот, так, как сейчас, это как? Знаете, вот, просто. А вот, иначе, непонятно. Дальше, 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 дальше. Так, не знаю, как лучше поступить, чтобы что? Если чувство, если надежда, что чувство не исчезнет, то всё хорошее в отношениях. Надежда есть, но что вам радостность, опять же. Надежда для чего, почему, как поступить, общаться с ним сейчас. Да, общайтесь, лечите на лёгкие нейтральные темы, не затрагивайте темы отношения, тогда вы максимально свои чувства сбережёте, не подберите их негативному влиянию, негативной контоминации. Может быть, на неделю не доходите от этого, это уже манипуляция. Так, сейчас мне написал, что молодой человек, нет. Я думаю, что ничего не страшного, если вы начнёте общаться как друзья с молодым человеком, и скажите об этом своему текущему мужчине. Вот, я думаю, что в этом ничего страшного нет. Единственное, что нужно быть честным с собой. Вот, и с ним тоже. Так, значит, не знаю, как поступить. Анатрана общения с ним как-то возбавляет мои мысли непонимания, непонимания с моего молодого человека, а какого непонимания, что непонятного. Другой стороны, я не хочу обдаться, потому что я бы не хотел, а на одном моменте молодой человек, который стоял перед выбором. Нет, это ваша ответственность, это его ответственность. То есть, так, ну, это бессмысленно, что вы так думаете. Хочется, чтобы он не взянулся за то, что попасть с кем-то, скрывает от меня. Почему? Тем самым рассыл, что если я буду общаться с кем-то, то я скажу ему об этом. Он в свою очередь также. Ну, здесь есть какой-то элемент недоверия у вас. То есть, не желание опереться на себя и на свои чувства, а желание в человеке почерпнуть уверенность. Если вы в чем-то неуверенны, да, то нужно с этим разобраться, чтобы быть более уверенным в себя, чтобы менее нуждаться в ком-то и чтобы доверять, ориентироваться на себя, а не на другому. Конечно, у меня возникает мысль о том, что он может с кем-то общаться, не говоря мне. Но это вопрос доверия тоже. Это вопрос доверия. В общем, не знаю, как лучше поступить. Так вот, Анастасия. Чтобы что? Анастасия. Вот какая цель у вас? Цель у вас? Вы хотите как-то, как-то поступить. Чтобы что? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.